Продолжаем цикл лекций, который мы условно обозначили так. Что не должен делать мусульманин. Что не должен делать мусульманин. Сегодня, сегодняшнюю тему, если пользоваться словами самого Курана Харима, можно было бы назвать так. Не стремитесь к высокому положению на земле. Вот тема сегодняшняя. Не стремитесь к высокому положению на земле. К сожалению, человечество очень часто в своем поведении фактически повторяло, что является характерным для мира. Если вы представьте себе, что где-то организуется какая-то группа людей для чего-то, то очевидно, что в это время среди них назначается руководитель, помощник руководителя. Второй, третий, четвертый. Один, значит, над двумя-тремя уже там командует, другой там над сотней командует, один там только над одним командует. Вот так субординация распределяется власти. Если вы посмотрели, как организуется сообщество животных, то увидели вы, что абсолютно то же самое происходит, например, среди шимпанзе. Как только обезьяны, не так и только, обезьяны только так и живут фактически, шимпанзе. Они обязательно, среди них есть главное, которому подчиняются и женой которой являются все шимпанзеньки, женщины. И ни один уважающий себя шимпанзе уже туда близко не подается. Это он главный, они все подчиняются ему, и вот они вот так живут. А как только какой-нибудь мужчина там, подросток, подросток, он сразу выставляется за это общение. Потому что он главный. Вот, когда человеческое общество организуется, то первое, что делают, они назначают главного. Потом поле второстепенно, поле второстепенно, и концы остаются совсем второстепенные. Если речь идет об управлении, то это нормально. В любом, и в животном мире, и в человеческом обществе есть управление. Когда кто-то контролирует что-то, защищает друзьев, когда родители, положим, управляют поведением младенца, когда молодежь учится у более старших, в животном мире, в человеческом мире. Это нормально. Без управления, без субординации вообще ни одно сообщество не может выжить. Поэтому речь не идет о том, что речь должна идти о демократии в этом смысле. Вот выключена, например, шимпанзе. И каждый шимпанзе говорит о правах личности шимпанзе. Каждый может, например, где-то выступить. У него есть газеты свои, где он выступает, кафедры, где он выступает. Не об этом речь идет. Если так это будет, тогда ни одно сообщество не будет. Сообщество обязательно организованное. И демократия, когда она понимается так, что каждый может делать то, что может делать другой, это, конечно, совершенно не бессмыслица. Какая бы ни была демократия, обязательно люди различаются по тому, кто что может делать. И в зависимости от того, кто что может делать, каждый берет на себя определенную функцию, выполняет это, другой уже в эти функции не вмешивается. Это, когда люди организуются. Но не об этом говорить. К шимпанзе не просто там организация. Шимпанзе действительно, они величаются. Но далеко не так, как у людей. Величание у людей, это достило, конечно, апогея. Как только кто-то, обладая какой-то способностью, какую-то функцию выполняет, и некоторое количество людей должны ему помогать в этом, выполнять его указания, всё, он сразу уже чувствует себя орлом, летящим над этими людьми. Он не чувствует себя человеком, который взял на себя эту функцию, а чувствует себя человеком, который стоит над ними, высоко стоит над ними, а остальные должны слушаться его, смотреть на него во всём. Не просто потому, что он какую-то одну вещь может делать, а потому, что во всём он выше всех остальных оказывается. вот это есть уже величание. К сожалению, человечество так устроено, большинство человечеств так устроено, что они не стремятся к функции, они стремятся к величанию, они стремятся к позиции, стоять над людьми. Функция уже, это как вспомогательная получается. Функция как вспомогательная. Вот он хочет величаться, он хочет стоять над людьми, но для того, чтобы величаться, стоять над людьми, надо ещё какую-то функцию выполнять. И он выполняет, как вынужденное. Например, предположим, да, вот директор какого-нибудь заведения, работающие там люди, живущие там вокруг люди, они не хотят выполнять функцию директора. А кому это хочется? Они хотят быть директором, сутью которой является, что он главный над всеми людьми, он стоит над ними, они все подчиняются ему, он выше них, они его хвалят, они там уважают его, они поклоняются ему, там навысь ним говорят, а он вынужден заодно выполнять эту функцию, потому что никуда не денешься. Раз директор, надо выполнять функцию. Вот видите, сутью человеческих устремлений, а это 99% к сожалению у человека, это что-то делать, а хвалиться между людьми, возвышаться между людьми, среди людей, величаться среди них. Вот такое стремление. Я не думаю, например, что когда Клинтон, будучи пастухом, он устремлялся стать президентом Америки, его главная мысль была, чтобы он управлял Америкой. Очень я в этом сомневаюсь. Очень сомневаюсь я, чтобы когда там положим Брежнев или там Ельцин, или же там вот эта дума, которой сейчас стремляются туда, эти депутаты, их устремление управлять, организовывать, может быть, тысячи миллионов один найдется, который искренне только об этом думает. Их устремление быть самым главным. Вот пастух стал самым главным американцем. Благодаря жизни своей. Главное. И вот посмотрите, когда они теряют функцию свою, способность теряют, оттуда не уходят никогда. Это очень редко бывали случаи, когда человек, видя, что он функцию потерял свою, добровольно уходят. Обычно добровольно уходят, потому что боятся, что их выгонят оттуда, прогонят. Или там еще хуже будут, там какое-то положение, там они попадут, могут посадить, там могут потом, ему тяжело будет, его детям будет тяжело. Тогда да, тогда сообразительные, они уходят. Но очень себе трудно представить, что он уходит только потому, что видит, что он не может нормально управлять. Мало что нормально не управлять, зато все посещаются им. Вот это человеческое, к сожалению, слабость, которая в зависимости от пропорции, живет каждым человеком. Для этого не обязательно стать президентом Америки. Ты во дворе у себя идешь таким гордым видом, мусор выбрасывая, чтобы все вокруг, когда выбрасывали мусор, они тебя сторонили, пропускали тебя в мусорном ящике. Это уже значит, ты президент Америки. Там в магазин ты приходишь, в магазине продавец там здоровается с тобой, там первым протягивает себе испорченную колбасу. Уже ты возвеличился. Остальные ждут, когда ему дадут, а тебе дали. Вот так, на каждом шагу, на каждом шагу. К сожалению, это повальная вещь, когда любая глупость, любой идиот, который проходит, он начинает улыбаться, кланяться, ты уже доволен этим. Посмотри, хоть один идиот нашелся, который возвеличил меня. И очень тяжело человеку, когда никто тебя не возвеличивает. Тогда начинаешь ты сам себя возвеличивать. Возникает чувство неполноценности, комплекс неполноценности. Вот когда комплекс неполноценности возникает, все тебя за человека не считают, за мухрышка ты, а у тебя еще при этом есть уже таланты какие-то, тогда появляются такие великие люди, которым мы сейчас восторгаемся и после обеда с чаем едим их, такие как Наполеон. Такой как Ленин, Сталин. Видели Сталина? У него шея не поворачивалась. Если Сталин был и ловилась ничего, может быть, тогда Советский Союз нормально остался бы, он там увлекся бы там какими-то барышнями своими. Если бы Наполеон, хоть одна девушка на него посмотрела бы на Наполеона, может быть, миллионы французов остались бы живы. Он стоял бы разжиревший весь, а перед ним люди, гвардия шла и говорила, что идем умирать во имя тебя. Вот что это такое. Ну, это просто люди, обладающие на самом деле гениальными способностями, поэтому они сумели это сделать. Каждое свое. Гитлера видели, да, Гитлера физиономию? Вот одного вы видели, вон там вот из этих, которые людей убивал, там людей друг на друга травил, чтобы у них действительно нормальная внешность была, нормальный характер был, чтобы им интересовались окружающие люди, эти мужчины, женщины интересовали, есть женщины, мужчины. Такого не бывает. Это все возмещение комплекса неполноценности. Ему хочется величаться. Если он замухришка, если у него нет способности, он идет там во дворе, находит детей, пять, шестеро, подростков, и все начинает над ним издеваться. Вот во дворах сидят так вот это. Или начинает учиться хорошо нарды играть, начинает выигрывать нарды. И довольный такой, что он кого-то выиграл нарды. Вот эта игра, когда люди очень серьезно хотят выиграть другого, это есть элементарное чувство неполноценности, которое человек устремляет к возвеличиванию. Ему хочется возвеличиться. Все эти состязания, все эти игры на этом чувствуя стоят. Все. Потому что никогда ни один полноценный человек не будет стараться выиграть другого в чем-то. Все люди неполноценные, все абсолютно люди неполноценные, и поэтому все люди стремятся возвеличиваться. И мы начинаем сыпать вокруг. Вот великий этот человек. Великий этот человек. Сколько великих людей есть на свете. Возьмите какую-нибудь книгу, биографию, так и называют биографию великих людей. Посмотрите, сколько великих людей на свете. И эти великие люди, они не в смысле говорят, что он очень хорошо умел писать. Да, есть люди, которые прекрасно пишут. Но великий человек, это не тот, который прекрасно пишет. Великий человек, которому великие, а он гроши ломаного не стоит дома, его жена за человека не принимает. Он просто хорошо пишет, и все. А все вокруг великие. Вот да, великие. И всех остальных то же самое. Какое бы у тебя величие не было, потом я приду однажды, но не я так, другой кто-нибудь придет однажды, увижу там, лежишь ты полусгнивший уже, как старая картошка. Ты, да, это? Куда денешься от этого? Сидишь сейчас, положив руку на лоб, пишешь какие-то там, эти, пером или чем-то. Через полчаса смотришь, уже от тебя там грязное место осталось только. Это да, человек? Смотрите, этому человеку дайте литр английской соли выпьет. И посмотрите, куда его величие денется. И заприте его. Вот вышел он туда, на трибуну. Он начинает оттуда великие бечника призывать человечество там туда, за мной идите, а у него там графин с водой, а там, оказывается, литра английской соли он даже не знал. Взял, выпил. Вы представляете, что это такое? Вот он поднял руку человека, остановился, все. Все его величие там кончилось, да? Но это-то надо знать. И вот он-то сам знает, когда он приходит домой, на себя в зеркало смотрит, и если свет не очень пугается своей физиономии, он же должен знать, что это за величие. В чем величие? Способности к чему-то, умение что-то делать, это одно, величие совершенно другое. Способности никто не отказывает. Но способности разные, есть способности. Есть способность хорошо обворовывать другого, есть способность хорошо перелять человека в горло, есть способность съесть чужой обед, очень так, что тот думал, что он сам съел. Тисяча способностей есть. Этим всем, если человек будет пользоваться, мы же великим его не будем называть, значит способность это способность. Способность тенем, те, которые нам полезны, не тенем, которые не полезны. Но величим же им не называем из-за этого. Величие это не пустое слово. И разбрасываться им тоже не надо. Величие это когда человек как личность он высок, как личность, не как умеющий что-то, не как способный к чему-то, а как личность. Личность характеризуется прежде всего нравственными качествами, не способностями. Способности это очень хорошее качество человека, и человек если способности тем более полезны, способности, это прекрасно. Но когда у человека способности есть, но нет нравственности, таких людей надо как возможно быстрее расстреливать. Потому что это самые опасные люди. Это пророк прекрасный по этому поводу высказывает о том, что нельзя бездравственным людям давать знания. Это конфуция в свое время говорит, что нельзя бездравственным людям давать знания. Это опасней вещь. Если ты бездравственного человека никаких способностей знаний не дал, он по крайней мере не так опасен. А представляете, если он бездравственным еще умеет, вот как Ленин свое время делал, как Наполеон делал, Гитлер делал, бездравственный человек еще способный. Это страшнейшая вещь на свете. Поэтому никогда не надо поддаваться на способности и называть человека великим, великий актер. Что за глупость великий актер? Великий может быть только человек, который нравственно велик. Такого не бывает. не бывает. Такого бывает только если сам Бог это сделал. Даже пророк он не мог сказать, что он абсолютно величий, потому что нравственно величие может быть только ангел, больше никто. Поэтому человек, у которого нравственно высокая человек, который понимает, что нравственность не от него зависит, это божественная помощь. Человек, который видит в Боге только это, он никогда не стремится к величию. Потому что человек не может стремиться тому, что быть высоко нравственным. Просто стремитесь, не будучи нравственным. Такого не бывает. Человек может делать себя нравственно, но делая себя нравственным, становясь более нравственным, у него всякое желание пропадает, величаться. Потому что это единственная вещь, нравственность, что когда она есть, человек этим уже не гордится. всем остальным человек гордится. Потому что там, где отсутствие нравственного, человек всем абсолютно гордится. Человек может гордиться тем, что прическа хорошая, люстра у него такая висит, что когда подходишь не знаешь куда от него деться. Тысячи вещей может быть, но ни один человек еще действительно добрый человек не гордился, не говорил, что он гордится тем, что он добрый. Ни один порядок, ни одна порядочная женщина никогда не станет гордиться, хвастаться, что она порядочна. Для нее это естественная вещь. Ни один порядок человек не хвастается этим, не гордится. Нельзя гордиться нравственностью. Нравственность это такая вещь, которая снимает эту гордость. Нравственность это становится тогда самостоятельной ценностью. Нельзя говорить, смотри, я более нравственно чем ты. Как только это говоришь, что ты становишься менее нравственным, чем тот. Потому что тот это не говорит. Нельзя говорить, что я более порядочный, чем ты. Не говорят это. Это если в тебе есть, об этом нельзя говорить. Это ты просто воспринимаешь в себе это порядочное и радуешься, что ты не опустился. Потому что знаешь, как это трудно. А человек, который так иногда просто проявляет порядочность, он конечно будет. Трезвонит вовсю. Кроме нравственности нет ничего, которое удерживало бы человека от хвастовства, от величания, от возвеличивания себя. Ничего нет. Любая другая вещь действительно подталкивает человека только к этому. Поэтому высокая нравственность. она исключает всякие состязания. Если только это не состязание в личности, а тогда просто игра. Это другое дело. Например, скажешь, кто дальше забросит в море камень. Просто развлекаешься. Но как только ты говоришь, что давай посмотрим, кто из нас лучше. И бросил далеко камень, ты гордо смотришь на него, посмотри, какой я молодец. Все. Все. К нравственности нет никакого отношения. Нравственность не позволяет людям состязаться. Нравственность не позволяет людям показывать другим, что ты можешь. Нравственность заключает как раз в том, чтобы не показывать другим то, что ты лучше что-то можешь делать. Как только показываешь, все, значит ты не уверен в этом. Там, где человек абсолютно уверен в какой-то своей способности, он никогда его не демонстрирует. Это исключается совершенно, чтобы человек пришел и похвалился какой-то способностью, если действительно у него способность в этом есть. Первое, что он начинает с того, что он профессор. Потому что не он сам написал. Если сам написал бы, он об этом не говорил бы. Вот сейчас вы понимаете, почему Бог сказал нам в 28 суре, в 83 аяте «Будущий мир мы даруем лишь тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию». «Будущий мир мы даруем лишь тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию». Это не просто так, что они тут же рядом идут, к высокому положению на земле, к нечестию. Потому что стремление к высокому положению на земле всегда идет рука об руку с нечестием. Бог это знает. Потому что чем больше у тебя стремление к высокому положению, тем меньше нравственности. Чем меньше нравственности, тем больше у тебя нечестие. И вот как ответ на него, как его продолжение, мы читаем с вами следующий аят. Тут же вдруг подряд идет, 84 аят. Посмотрите, вот значит, еще раз читаю. «Будущий мир мы даруем лишь тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию». И тут же, посмотрите, тому, кто творил добро, воздается наилучшим образом. Вот давайте свяжем эти два аята. «Будущий мир не дается тому, кто стремится к высокому положению». И тут же, а вот кто творит добро, вот видите, элементарная логика. Стремление к будущему миру, это возвеличение к величанию. Получается, как противоположность, противоречащая противоположность творению добра. Значит, у каждого человека есть альтернатива, выбор из двух. Либо он стремится к высокому положению, к величанию на земле, стремится за ним, как шлейф пойдет нечесть, добро останется в стороне. Потому что, стремясь к высокому положению, у тебя будет очень мало шансов творить добро, если для тебя самоцелью является положение. И второй путь, это когда ты творишь добро. Вот если твоя цель, самоценность, самоцелью является добро, ты получаешь великое награждение. Если твоей целью является величание, будущий мир тебе не видать. И каждый человек должен выбирать, что к чему. Еще раз говорю, речь сейчас не идет о том, что кто-то какую-то должность занимает, какой-то пост занимает. Речь идет о том, что во имя чего это занимается. Наш пророк, например, был фактически чем-то вроде царя, президента. Но он стремился не к тому, чтобы быть царем, президентом, халиком или кем. Он стремился создать это общество. Он стремился людям сделать хорошее. И вынужден был руководить. Если бы завтра для того, чтобы создать мусульманское общество, ему надо было быть рабом, он моментально стал бы рабом. Просто так не бывает, но если бы. Значит, дело не в самом положении. Дело в том, что что является ценностью, целью? Творить добро или величаться? К сожалению, современный человек стремится к величанию. А самостоятельно должен никогда ничего плохого не иметь. Должность это необходимая лишь. Но должность, одно дело, занимается должность, как я сказал, для творения добра. Например, человек устремляется стать директором школы. Все делает для того, чтобы стать директором школы. Мы со стороны смотрим, не знаем, в чем дело. Почему-то он что-то интересен стать директором школы. Сразу мы уже по установившейся нашей психологии, сразу говорим, что, наверное, человек денег нет, хочет уже побольше взятки брать, потому что учитель не так берет взятки, как может директор брать. Это установившая психология. И, в принципе, из 191 не найдемся. Но один случай может быть. Один случай, когда человек, увидя, как трудно детям, как педагоги безжалостно относятся к детям, какие там предметы, как это, рвется стать директором, чтобы исправить это. Ему все равно там, еще раз говорю, если бы он был уверен, что стал уборщицей, он сумеет это сделать, он стал бы уборщицей. Вот это, когда человек хочет творить добро, не возвеличиваясь. Хотя может занять очень выдающийся пост. Не возвеличиваясь. А как только он согласится, вдруг окажется, что стал уборщицей, он, естественно, кроме того, что коридор подметет, ничего не может делать. Но почему-то вдруг что-то такое, кто-то гипнотизировал, я не знаю, кто-то такое чудо сделал, что уборщицей если станет, все будут относиться к нему как к великому человеку. Завтра он станет уборщицей. Потому что его интересует не то, что в школе будет, что в день, что с давным народом будет. Его не это интересует. Его интересует, чтобы все восхищались им. И все. Он станет уборщицей. Как диаметрально противоположно обведут себя люди, одни из которых стремятся к добру, другой к возвеличиванию. Далее читаю. Не являй на лице презрения к людям, и не шествуй по земле горделивым. Воистину Аллах не любит всяких гордецов и хвостунов. 31 сура 18 лет. Не являй на лице презрения к людям. Что это означает? Это означает как раз то, что мы с вами говорили. Когда ты чувствуешь себя, воспринимаешь как возвеличившимся, как великим, остальные люди на самом деле становятся ерундой. Видели, как всякие депутаты, как всякие бизнесмены шествуют по улице? Как они из машины выходят. Вот обратите внимание, как из машины он выходит, и как из машины выходит шофер, водитель или рядом с ним, кто прислуживает ему. Какая поза? Он выходит оттуда так, как будто, понимаешь, мотор этого автомобиля, он вышел оттуда, машина заглохла. Единственный мотор оттуда вышел. А это выходит оттуда как маленькие шурупчики, которые там вокруг мотора крутятся. И никто никогда не ошибется в том, кто из них вышел оттуда с деньгами, а кто без денег. Тут же все видно. Я же не говорю пузо, которое вперед выдается еще на полметра. Вот это его повадки. А посмотрите, как получится. Вот, например, он остановился в машине, он дальше открывается дверь, сперва пузо его вышло, потом его там это, и смотришь, что-то вроде головы тоже дальше идет. Вот он вышел. И в это время подъезжает другая машина, а оттуда выходит уже другой пузо. Как он сразу скребляется так! Значит, все уже, старается показать, что у него пузо особенно нету, что он как-то такой это. он весь искривленный, тихо-тихо начинает проскальзывать дверь. Вот тогда вспоминаешь уже шимпанзе. Шимпанзе так. Уходит один там, мужчина, начинает собирать вокруг себя жен, они тоже сразу, жены тоже у шимпанзе, как у людей, сразу изменили другого мужа, сразу прибежали к нему, у него больше денег там прибежали, или боманов, прибежали, сели вокруг. И все. Вдруг выходит оттуда какой-то забияка, подходит сзади, шарахает его по голове этого чимпанзе, а тот старый уже, да, хорохорится, но старый, только банан может есть. Он приподнимает, еще раз получает по шее, падает, падает все, и уже отполз туда в угол засидит, скулит, и этот сидит. Вот чем-нибудь отличает эта история, краткая история человечества? Не то же самое. не то же самое, но постоянно мы видим вокруг. Вот от этого нас остерегает Бог, потому что цель, которую Бог поставил перед нами, это чтобы сделать нас нравственными. И Бог для того, чтобы мы знали, что нравственность несовместима с самодовольством, с величанием, с хвостовством, несовместимо, Он нам и говорит, что не являй на лице презрения к людям, и не шествуй по земле горделиво. Воистину Аллах не любит всяких гордецов и хвостов. Есть еще один аят, здесь, по-моему, его нету, и еще такой аят, что когда ты встречаешь неверующего, не говори ему самодовольно, ты неверующий, и дальше добавляет, во имя того, чтобы получить какие-то блага в мире. Даже тем, что человек оказывается перед неверующим, а ты человек глубоко верующим, даже этим нельзя хвастаться, ничем нельзя хвастаться. Во-первых, это опять возвеличиваешь себя перед этим, и возвеличиваешь в буквальном смысле, потому что там сказано, не для того, чтобы получить какие-то блага. Все. Даже этим можно использовать, оказывается. Даже веру свою можно превратить в проявление комплекса неполноценности. Идет человек. Верующий он, неверующий – это его дело и деда Бога. Если он тебя просит, ему помоги не против. Чего ты строишь из себя гордую ползу, что ты верующий? Как только ты строишь из себя гордую ползу, величайшую перед ним, что, посмотри, я верующий, ты не верующий, ты оказываешься еще мизернее, чем он. Ну еще мизернее, там дальше уже невозможность, он чисто ответит. Но мизерным становишься. Не скорби о том, чего вы лечились, и не ликуйте, не скорбите о том, чего вы лечились, и не ликуйте над тем, что вам даровано. Ведь Аллах не любит всяких гордецов и похвалов. Посмотрите еще раз, не скорбите о том, чего вы лечились, и не ликуйте от того, что вы что-то приобрели. Они взаимосвязанные вещи. Когда мы ликуем от того, что что-то приобрели, это ликование наше, оно очень часто выливается в то, что мы начинаем перед другими возвышаться, себя возвышать. Вот что-то приобрели, ликуем. Потому что когда мы ликуем, очень часто мы это ликование приписываем своим собственным возможностям. И вот в связи с этим здесь есть аят, который я вам почитаю. 57 сура 22 аят. А не являя на лице презрения, это 31 сура 18 аят. А сейчас я вам читаю 39 сура 49 аят. Вот в связи с ликованием. Слушайте. Когда человека постигает какое-либо бедствие, он взывает к нам, говорит Бог. Когда же мы даруем ему какую-либо милость от нас, он говорит, это даровано за мои знания. И Бог добавляет. Нет, это было испытание. Вот ликование и скорби. Когда человек теряет что-то, скорбит. А когда получает, начинает ликовать, то очень часто это приводит к тому, что он начинает приписывать себе. Он начинает себя опять возвеличивать. Он другим говорит, посмотри, вот смотри, вот как я сумел это сделать. И вот Бог говорит, и вот когда мы ему даем милость, он дает нам милость. Поэтому, когда он отнимает, скорбить не надо. Надо смотреть на себя. Надо стараться проверить, проконтролировать себя. Все ли я делаю, чтобы быть достойным того, чтобы Бог мне опять сдал или нет. И вот когда Бог воздает что-то, когда ты ликуешь, обязательно это приводит, ну не обязательно, чаще всего. Это приводит к тому, что ты скажешь, это даровано мне за мои знания. Посмотри, какой я молодец. Вот ты не можешь, а я могу. Вот окружающие не могут, а я могу. Вот когда этот бизнесмен, он начинает вот так приписывать тому, что вот он собрал столько денег, столько вещей вокруг себя собрал, приписывать своим знаниям, то его постигает то, что постигла в Гуране есть притча одна корония. Корон, когда у него было столько, несметно столько богатства было, что десять человек, они съебались под тяжестью ключей от его хранилища. И вот когда однажды один из, когда он величался, когда один из присутствующих ему сказал, что благодаря Богу, это Бог тебя дарил этим, не надо возвышаться над другим, он сказал, что нет, это благодаря моим знаниям. Фактически вот эту фразу он повторил. Благодаря моим знаниям. Наутро земля разверзлась, все его хранилища, да, еще до этого говоришь, что окружающие люди специально на него с завистью смотрели и желали такой же судьбы себе. И вот когда на следующее утро земля разверзлась, все провалилось, вот эти люди, которые говорили, они сказали, «Слава Богу, что мы не такие, как Он, что мы не похожи на Него». Вот это то назидание, которое Бог хочет нам дать, чтобы мы никогда не приписывали себе свои удачи. Свои удачи надо приписывать только милости Аллах. Аллах позволил тебе, позволил тебе либо потому, что Он надеется, что ты будешь хорошим, либо за то, что ты сумел сделать что-то хорошее в своей жизни. И в том и другом случае Бог все равно испытывает нас, все равно испытывает. Нет такого акта, когда не было бы испытаний. Все, что мы делаем, хорошее, плохое, что мы получаем, что мы теряем, все это испытанием, чтобы, как Бог говорит, чтобы посмотреть, кто чего стоит своими деяниями. Вот поэтому, вот в этом аяте заканчивается, «Когда же мы даруем Ему какую-либо милость от нас?» Он говорит, это даровано за мои знания. И Бог добавляет, нет, это было испытание. Вот это мы должны всегда с вами помнить, что это бывает постоянно для нас испытанием. или же возвеличивание себя перед Богом. Это тоже, кстати, массовое явление. Вам это кажется каким-то необыкновенной дикостью. Вам это ясно, что как это можно возвеличивать себя перед Богом. Уверяю вас, что огромное количество людей возвеличивает себя перед Богом. И они считают ниже своего достоинства поклоняться Богу, покориться Богу. Ниже своего достоинства сказать, что я очень боюсь страшить Бога. Ниже своего достоинства считают. Это уже стопроцентно ответственность. Вот это то же самое чувство. То же самое чувство возвеличивания. Ему удалось что-то. Там, предположим, во дворе там кто-то был, который его боялся. Полицейский ему пришел, там он взятки дал, полицейский все для него сделал. Все. Он считает, что он от всего свободен. И вот Бог говорит, всех, кто считает для себя зазорным поклоняться ему, кто возгордился, он призовет к себе. Это четвертая сура, 172 аят. А в другом аяте, который здесь нету, там сказано, они будут презренными. Вот когда мы здесь с вами начинаем возвеличиваться, гордиться собой, возвышаться, тем самым противоположим, диаметральным противообразом начинает помнижаться наша нравственность. Вот в таком возвеличенном, гордом, возвышенном состоянии мы переступим порог жизни и станем презренными. И презренными мы станем не так, как на земле. На земле, например, могут нас презирать, а мы будем себя утешать тем, что мы орлы, а не презренные. А презренные в собственных своих глазах. Потому что на том свете человек уже не может юлить. Если он презренен, он сам себя воспринимает презренно. Но он будет презренным там. Потому что здесь он думал, что он возвеличен. Всех, кто считает для себя зазорным поклоняться ему, Аллаху, кто возгордился, он призовет к себе. И далее, в 173 аяте. А тем, которые уверовали, вершили добро, он сполна воздаст и даже приумножит награды по своей щедрости. Вот видите, опять здесь параллель. Вот противопоставление. Это, в Куране и Кераме, постоянно это повторяется. Поэтому мы должны это четко помнить. Вот посмотрите, идет возгордившийся, который призаботится Богу, возгордившийся, и будет презренным. Возгордившийся и тут же, а тем, которые уверовали, вершили добро, опять добро. Опять противопоставление величания и добра. Несовместимые вещи. Опять нравственность и возвеличивание себя. Несовместимые вещи. Или, например, читаем 29 сурис в 41 аяте. Те, которые признали помимо Аллаха других себе покровителей, подобно пауку, соткавшему себе гнездо из паутины. А ведь это самое непрочное, если бы только знали. Всякий, кто себе покровителей взял, кроме Аллаха, это подобен тому, кто соткал себе дом из паутины. И Бог говорит, ведь это самое непрочное на свете, если бы знали. А что бы других покровителей, кроме Бога? Это уже относится к тем, которые бегут за возвеличенными. Это уже та толпа, которая идет за ним. Что будет с возвеличенным? Ясно. Возвеличивающий себя, поскольку в это время у него пропорционально понижается нравственность, он окажется униженным. Он получит свое наказание. А эти, остальные, которые говорили, что он великий человек, о, Наполеон, испекем пирог, чтобы не забывать его никогда. А они что? А они подобны человеку, который соткал себе убежище, фундамент из паутины. Что это означает? Это означает, что если ты идешь за таким человеком, если ты надеешься на такого человека, если ты подражаешь такому человеку, если ты возвеличиваешь такого человека, то ты все проиграешь. Потому что ничему ты от него не научишься. Раз. И ничем он тебе не сможет помочь. Два. Полный проигрыш это есть. Самая страшная вещь, это когда человек выбирает тебе неудачного учителя. Неудачный учитель это самопогубное, что мы думаем, потому что это как паутина опять. Ты поверил ему, ты в него учишься, он тебя ничему не научил, и ты научился только ерунде. Все. Вот об этом предупреждает нас Бог. Или о возвеличивании уже интеллектуалов. Это касается и ученых, это касается и философов, это касается и некоторых богословов, которые из своих политических убеждений, из каких-то соображений, из-за того, что он очень доволен собой, возвеличился, он это делает. Тут послушайте, что касается уже интеллектуалов. Ну, интеллектуалов так, скобка, кавычка. «Воистину, в сердцах тех, которые спорят о знамениях Аллаха без всякого довода, дарованного им, одни лишь мечты о величии, которого они не обретут». 40-го сура 56-го аят. Послушайте внимательно. «Воистину, в сердцах тех, которые спорят о знамениях Аллаха без всякого довода, дарованного им, одна лишь мечта о величии, которого они не обретут». Это можно в виде наколки сделать на лбу всех учёных, всех философов и некоторых болтунов из религии. Потому что именно учёные, именно философы, я имею в виду атеисты учёные, атеисты-философы, чего очень много среди, которые спорят об Аллахе. Они спорят об Аллахе, отвергая. Это опять спор. Но это касается не только их, это касается философов, верующих философов, который начинает о Боге рассуждать, вроде Гегеля, который говорил, что сперва был Бог, потом он что-то начал на себя смотреть, не может никак понять. Ну что это такое, говорит? Бог, вроде Бог, да, а что я собой представляю? Никак не может ничего понять. Сотворил всё, натворил что, ничего не понимает. Сидит, думает, 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 давай, как говорит, я сотворю Гегеля, может он мне объяснит. И... Создаёт людей, которые будут познавать Его. И вот когда люди познают Его, Бог у них узнает, что Он собой представляет. И, наконец, Он дождался... Это Критин Гегель появился. И Бог, наконец, узнал, что Он создал какую-то ерунду в виде Гегеля. Вот, совершенно серьёзным видом, вот у него такая, примерно, голова была, на портрете, вот такая голова у него. Вот, совершенно серьёзная Гегель. За которой людей шли, в том числе, этот проходимец Маркс, который гегельянцем был, младо-гегельянцем был. А потом и его исковеркал. Там и так далее. Огромное количество людей Еуроку за Гегелем. Вот его философия вся. Начинается с этого. И, представляете, серьёзные люди читают его, говорят, да. Вот так и было. Значит, можно подумать, что Гегель, сын на самолет, полетел туда, спросил у него, что там было, как было, как ты мог знать вообще, почему Бог тебя создал, людей создал. И понимал Бог тебя или не понимал тебя. И вот тогда вспоминаются слова. Воистине в сердцах тех, которые спорят о знамениях Аллаха без всякого довода, дарованного им. Что такое доводы, дарованными? Это значит, не опираясь на священную книгу. Довод, дарованным, это Куран и Керым для нас. Одна лишь мечта величия. Вот, Кегель, когда такая физиономия была, величия он очень хотел. Мечта величия, которую они не обретут. Любой беспристрастный человек, когда смотрит на него, видит только глупость вот в этой посылке. А на эту глупость вся его философия построена. У других философов не лучше, уверяю вас. Потому что все они рассуждают о Боге, о знамениях Бога. То знамение Бога, это сотворенного Бога. То, что Бог дал нам, это и священные книги, и люди вокруг созданные, и мир, который мы имеем. Все это знамения Бога. Они рассуждают без довода. Без довода это означает, что они начинают выше своей головы прикать. Человек не может рассуждать о Боге, о потустороннем, без довода, данного ему самим Богом. Это невозможная вещь. Вот когда рассуждают, значит, для этого есть одна единственная причина. Это мечта о величии. Вот он хочет, чтобы все сказали, какой он великий философ. Что о нем и говорили, такие же болтуны, как он сам. Если, я вам читаю сейчас 35-ю ссору, 10-й аят. Вот это тоже кардинальный аят, который раскрывает суть понятия величия. Вот послушайте, если кто-либо жаждет величия, то величие ведь целиком во власти Аллаха. Значит, если ты жаждешь величия, через людей, через себя это делаешь, значит, никакого величия уже не может быть. Это исключенная вещь. Кроме глупости ничего не получается. Если ты жаждешь величия, обращаясь к Богу, вот тогда Он тебе говорит, что вот ладно, ты обращаешься к Богу. Величие во власти Аллаха. Только Бог может возвеличивать что-то и не возвеличивать. Да. Но дальше что? Дальше. Если кто-либо жаждет величия, то ведь величие целиком во власти Аллаха. И слушайте, к нему, то есть к Аллаху, восходит слово доброе и дело благое. Вот слушайте внимательно. Вот говорит, что величие целиком во власти Аллаха. И, наконец, раскрывается для нас, что такое величие человека. Вот послушайте, что такое величие человека? Величие целиком во власти Аллаха. И дальше продолжает. Ведь. То ведь величие целиком во власти Аллаха. К нему восходит слово доброе. Значит, за что Бог возвеличивает человека? То есть в глазах Бога во что мы возвеличиваемся? И что возвеличивает человека? И говорит, к нему восходит слово доброе и дело благое, которое Аллах возвеличивает, возвышает. К нему восходит слово доброе и дело благое доброе, которое Аллах возвеличивает, возвышает. А тем, кто строит злые козни, уготовано суровое наказание. И козни их тщетны. 35 сура, 10 аят. Значит, посмотрите, что получает ответ на все, что мы сейчас с вами говорили. Звучит аят. Величие целиком во власти Аллаха. К нему возносится доброе слово и доброе дело. И вот это доброе слово и доброе дело Аллах возвеличивает. Величие не в человеке, величие в том деле, как он делает. И если дело это, это есть доброе, благое дело, то оно великое, потому что Бог его возвеличивает. Ты одариваешься возвеличением Бога благодаря оценке Бога твоего дела. Возвеличение человека только лишь то, что Бог тебя высоко оценил. Всё, на этом кончается всякое возвеличивание. Ни один человек не может другого отсидеть высоко или низко. Потому что что он собой представляет вашего оттенила. Ни один человек не может возвеличиться. Только лишь доброе дело, доброе слово, благое дело возвеличивается, то есть оценивается высоко Богом, и человек получает высокую оценку. Это есть единственная основа для того, чтобы говорить о возвеличивании. Это если Бог тебя возвысил, если Бог тебя высоко оценил. Если Бог высоко оценил, ты очень велик. Но никто никогда не знает, как его Бог оценил. Поэтому мы можем только лишь надеяться на то, что наш поступок будет оценен Богом. Мы можем только стараться быть таким, чтобы Бог оценил. А для этого мы просто следуем указаниям Бога и творим добро. И, творя добро, мы одну непреложную истину, которая сказана в 45 суре 37 аяте, одну непреложную истину мы должны не забывать. Какие бы там ни были, наполеоны, Моцарты, Поворотти и так далее, какие бы ни были, мы должны знать одну непреложную истину. Истина звучит так. Только Аллаху принадлежит величие на небесах и земле. Только Аллаху принадлежит величие на небесах и земле. Слово «великое» может применяться только к Аллаху. Всё. Ни один человек не может быть величим. Человек может только надеяться на то, что он высоко оттенён Богом. И то он не знает, оттенён, не оттенён. Надеется. Величие принадлежит только Богу. Так говорит сам Бог. А вот, что я сегодня хотел вам сказать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.